Галина Сопрыгина В парке имени Льва Толстого концерты прошли на трех сценах. Выступали музыкальные и танцевальные коллективы. Особо отважные смогли сами выйти на сцену и поиграть на музыкальных инструментах. А вот еще одно развлечение для химчан. Тир с призами. Чтобы получить подарок, нужно сбить 18 банок и 2 утки. И тогда приз твой. Ну что, давайте попробуем. И сразу удача. Сбить банку довольно легко. А вот сутками возникли проблемы. Фигурки маленькие, попасть в мишень у нас так и не получилось. Поэтому в этой игре мы остались без приза. Но не беда, в парке много других активностей. Например, сотрудники НПО Лавочкина установили стенд, на котором демонстрировали макет разгонного блока ракет-носителей. А для детей прошли увлекательные мастер-классы. Мы только пришли в парк и вот сразу пошли на мастер-классы. Дальше планируем на концерт, но больше всего нам, конечно, понравились мастер-классы и педагоги, которые занимаются с детками. Влада пришла в парк вместе с двумя дочками, племянницей и мамой. Девочки очень любят шить, поэтому они выбрали мастер-класс по изготовлению кукол. Выбрать какую куклу хочешь сделать? Есть зайка, бычок или малышка? А следующий мастер-класс можно назвать международным. И, конечно же, мы решили в нем поучаствовать. Конкретно у нас мастер-классы. Мы делаем разные открытки, которые, возможно, будут потом отправить ребенку из другого континента. Есть Африка, Америка и Австралия, куда ребенок может прийти, сделать любую открытку, которая вообще ему понравится, написать какое-то пожелание, привет из России и отправить другому ребенку. Для изготовления открытки есть все необходимое. Это и цветная бумага, и ножницы, и клей. И, самое главное, педагог, который научит вырезать из бумаги красивые фигуры. Когда открытка готова, остается только сделать надпись. Привет от Химки ТВ. Нашу открытку мы отправили в солнечную Африку и теперь будем ждать ответа. Несмотря на то, что в этот день в Химках не хватало солнца, тысячи жителей все равно отправились на прогулку. Погода вроде хорошая идет, но временами постоянно дождь мешает. Сейчас в Лимону зонечком ходим. А так сегодня, ну что праздновать? У Мелкой у нас юбилей два месяца. Так что мы пришли, да, на зарождение погулять, заодно и праздник терять. В парке Подресского состоялась церемония награждения почетных жителей городского округа. За участие в социально важных проектах, высокий профессионализм и организаторские способности активные химчане получили благодарственные письма. Среди них и лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Было награждение тех людей, которые помогают и делают жизнь в нашем городе комфортнее и лучше. Ну а ближе к вечеру праздничные гуляния переместились в сторону торгового центра «Лига». На большой сцене прошел праздничный концерт. Для химчан выступали две Маши, Хабиб, Инфинити, Тимур, Родригес и другие популярные исполнители. Кого пришли послушать? Сика! Разделить этот радостный момент с жителями пришла депутат Государственной Думы Ирина Роднина. 82 года это не так много. Здесь сегодня много молодежи, которые будут продолжать это доброе дело. Вам хорошего настроения, хороших интересных дел, хорошей интересной жизни. А теперь снова концерты музыка. Хедлайнером концерта стал Джиган. Его выступления ждали тысячи зрителей. И даже несмотря на прохладную погоду и небольшой дождь, химчане танцевали и пели прямо на улице. Концерт отличный. Атмосфера очень доброжелательная. Людей много. Сегодня 82-летие нашего города. Хочется, чтобы он процветал, чтобы был еще более красивым. Чтобы все были счастливы, вот именно как сегодня. В этот радостный день жители химок принимали поздравления и веселились до глубокой ночи. Закончился день города праздничным салютом. 600 градочных залпов на скрайсер-лево городского округа. Фейерверк видно практически в любой части химок. Ведь старея тут сведает воздух на 220 лет. Александр Кузовев, Константин Мурашок. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.